Всем привет! Сегодня смотрим игру Vampyr от разработчиков Don't Note. Это студия, которая в свое время сделала игру Remember Me и игру Life is Strange. И вот теперь они сделали игру Vampyr. Для того, чтобы по полочкам разложить Vampyr, нам нужно исключить из этого списка Life is Strange. Ну, в хорошем понимании этого слова. Игра у них откровенно получилась. Жанр таких интерактивного кино-квестов, он всегда был менее требовательный к движку, к каким-то вот анимациям, динамике. И там этого в больших дозах, в больших количествах экшена не было. Были какие-то моменты, но там было время подумать, были варианты выбора, можно было отматывать время. И в Life is Strange это все происходило все более как-то вот, все было более легко и непринужденно. И первая игра, которую они сделали, это была Remember Me, которая в принципе дала им какой-то там капитал, дала какой-то старт. Но она в то же время и показала неумение этой студии, в какой-то мере вот их ограниченность каких-то ресурсов, их каких-то технических знаний и умений. А игра вроде неплохо нарисована, ну относительно. У нее есть геймдизайн, хорошая архитектура, какая-то концепция, завязка и сюжет, но при этом боевая система очень скудная. Какие-то моменты графики все-таки, я говорю, неплохая, но при этом мы понимаем, что она не идеальна, да идеальна и очень далеко. Видно, что картинка, реальная, вот фактическая картинка, что мы видим, это уровень чуть-чуть выше PlayStation 3, там Xbox 360. И то при разрешении HD это спокойно бы могло работать на PlayStation 3. Какого-то большого скачка качества за 5 лет по сравнению с Remember'ами или там GTA 5 или какими-нибудь там Last of Us я не вижу. Опять же, графика в Last of Us местами была даже симпатичнее, напомню, это эксклюзив PlayStation 3. Ну и здесь мы, в принципе, видим, что графика не сильная сторона, русской озвучки нету. И видим, что вот игра реально, какой-то вот бюджетность, в ней чувствуется реально вот экономия, экономия средств. И, в принципе, достаточно все простенько сделано. И то, что у меня, в принципе, еще негативно, вот из негативных моментов, то, что меня поразило. Играю я уже минут сорок, может быть, и час, я ходил, смотрел. Нету вот реально какого-то такого развития, очень слабая завязка и какое-то развитие сюжета большого нету. Игра позиционирует себя как приключение, шутер третьего лица, экшен, вернее, экшен даже. Шутерей тут особо не с чего, большого арсенала оружия здесь нету. Какие-то палки-махалки, пару каких-нибудь ножичков. Вот то, что нет ощущения продукта ААА класса, а цена при этом достаточно дорогая. В плане оптимизации негативных каких-то моментов нету. Ну, довольно, все-таки, как-то вот, качество графики могло бы выйти получше даже по меркам этих требований. И то, что, вот говорю, нету развития в том же Ведьмаке буквально за полчаса, 40 минут, есть реально какое-то развитие. Здесь и сюжетные какие-то моменты, и вот геймплейных каких-то таких инноваций я не вижу. Это такие, скажем, вампироподобные зомби, они достаточно тупые, но их называют скалы и так далее. Боевая система, вот я про то, что говорил, ну, это, я не знаю, уровень, наверное, первого Ведьмака, потому что во втором Ведьмаке выжить-то все более выжиданно было. Плохая боевая система. Реально как-то поставил все под красцами. Ну, вот как-то все очень, говорю, все довольно достаточно. Все, что касается боевой системы, там все то же самое, что мы видели в Ремемберме, только местами еще и хуже даже, возможно. Есть какие-то вот закликивания, вот такой элемент. Так, так, так. Ну, вот, более-менее этого запинали. Говорю, боевая система, вот нельзя сказать, что спорная, она неудачная. Она неудачная, потому что она выглядит незрелищно. Какой-то так, два раза ударили какой-нибудь к ИТЕ, правда, можно сбить с ног, там, вызросать с них немного крови, пополнить ХП, но, говорю, все это достаточно плохо. 2018 год, и, например, игры, которые вышли, там, пять лет назад, к ним требования были ниже. Опять же, сейчас есть motion capture, есть какие-то вот постоянное усовершенствование движков, физики, физические какие-то движки. Нету такой ограниченности в ресурсах, там, системы. Игра делалась достаточно долго. Какие-то, вот, говорю, QTE элементы, какие-то эффектные добивания. Именно игре не хватает кинематографичности, не хватает эффектов. И качество графики, при этом, и открытый мир, не сказать, что сильно большой. Так, зашел и вышел. Вот такие вот мысли. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Вот то, что могу сказать. Я не могу сказать, что игра очень плохая, но при этом рекомендовать к покупке, ну, я тоже не решаюсь, потому что, реально, довольно слабенький проект. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!